Добрый вечер! Время новостей на телеканале Осетия Рыштон. С вами Марина Караева и вначале о самом главном. Обращаемость к ковид-стационария республики увеличилась на 14%. Вместе с тем и количество желающих вакцинироваться растет. Текущую эпидобстановку в регионе обсудили на еженедельном аппаратном совещании. Завершена отделка стен. На данном этапе мы уже переходим к укладке кафеля на пол. Строительные работы в Дегорской районной больнице в самом разгаре. Там капитальный ремонт проводят впервые за последние 35 лет. Когда запустят обновленный корпус? У нас остались еще два абсолютных чемпиона Европы. Это Дятлов и Морозов. Они, кстати, обучают молодежь нашу, передают свои знания. Может, тоже будут участвовать. В Владикавказском авиаклубе начали соревнования по планерному спорту. В республику представляют 8 спортсменов. Как проходила подготовка, расскажем в выпуске. Сложная эпидобстановка в республике сохраняется. Количество обращений в КВИ-стационары увеличилось на 14% по сравнению с предыдущей неделей. Тему обсудили на еженедельном аппаратном совещании, которое провел глава Северной Осетии Сергей Миняйло. Он также поручил детально проработать график поставок медицинского кислорода в республику. Обо всем подробнее расскажет Алана Тумаева. За прошедшую неделю в Северной Осетии госпитализировали 632 человека. Это на 10,3% больше по сравнению с предыдущей. Обращаемость в ковидный стационар увеличилась на 14%. Возрастает и количество желающих вакцинироваться. Говорили о лекарственной обеспеченности льготных категорий граждан. В начале ноября ожидают поставку. По каждому наименованию составили график. Глава отметила, бюджет нужно планировать так, чтобы исключить перебои с поставкой медикаментов. На заседании обсудили также обеспеченность республики медицинским кислородом. Сейчас есть запас. 23 тонны этого хватит на один день. Однако распределяется между медучреждениями он неравномерно. Проблему решат в ближайшее время. Для бесперебойной поставки кислорода республике нужно 10 машин. В наличии 8. Двух не хватает. Глава поручил подготовить детальный расчет по этому вопросу и оптимизировать график поставок. Обсудили оперативную информацию. Глава подчеркнул, на территории всей республики должны работать дежурные группы на случай непредвиденных ситуаций. Они могут быть созданы на базе службы 112. Сергей Миняйло поручил выстроить их в структуру. В любое время дня и ночи должностное лицо соответствующего органа власти должно быть на связи, должно быть на месте. Ответственное должностное лицо, которое в случае резкого изменения обстановки способно организовать работу. Соответствующие доклады провести и принять соответствующее решение. В большей степени это касается аварийных ситуаций. На заседании также стало известно, что с начала нового года в ситуационном центре главы республики начнут устанавливать оборудование. Сейчас занимаются его закупкой. Сергей Миняйло отметил, такие центры должны появиться на базе МС каждого района. Алана Томаева, Мария Котаева. Новости о сети. Председатель правительства республики Борис Джанаев провел прием граждан. Часть обращений касалась оказания высокотехнологичной медицинской помощи за пределами республики, выделения квоты на оперативное вмешательство и приобретения дорогостоящих лекарств. Борис Джанаев заверил, каждый нуждающийся непременно получит необходимую помощь. Не останутся без внимания и просьбы социально незащищенных и многодетных семей, а также семей, где воспитываются дети с проблемами здоровья. Борис Джанаев поручил Министерству финансов республики оказать гражданам адресную материальную помощь из средств резервного фонда главы республики. Несколько обращений касались благоустройства населенных пунктов, автомобильных дорог и дворовых территорий. Поддержку окажут и сельхозпроизводителям. Создание новых рабочих мест сегодня нужно для республики, поэтому все те, кто заявляются с грантами в развитии сельского хозяйства, мы максимально поддерживаем всех всевозможными программами. У нас и Министерство сельского хозяйства работает для того, чтобы помогать жителям нашей республики. Так что поддержим вас, получите возможность создать свое фермерское хозяйство. В Северной Осетии продолжаются рейдовые мероприятия. Сотрудники ответственных ведомств проверяют соблюдение санитарных норм в общественном транспорте, проверяют наличие масок и перчаток у пассажиров и дезинфицирующих средств у водителей. Рейд показал, что большинство ответственно относится к своему здоровью и соблюдает правила безопасности. Напомним, с завтрашнего дня вступают в силу новые ограничения, которые связаны с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе. Вводится режим нерабочих дней, приостанавливается проведение массовых мероприятий. Ношение масок остается обязательным. Большая нагрузка на сегодняшний день идет на общественный транспорт. Надо говорить о положительной динамике, что люди все-таки, ну, здравый смысл все-таки побеждает, и люди, как бы, самосознание то или иное появилось у граждан. С завтрашнего дня студенты СУГУ будут учиться удаленно. Такой формат обучения продлится до 7 ноября. Это профилактическая мера против дальнейшего распространения коронавируса. Напомним, в России с 30 октября по 7 ноября по указу президента России Владимира Путина объявлены нерабочими днями. В Северной Осетии из-за сложной эпидопостановки нерабочие дни начнутся с 26 октября. Соответствующий указ ранее подписал глава республики Сергей Миняйло. Мы надеемся, что в скором времени мы снова перейдем на привычный формат работы. Но, как я уже сказала, дистанционная форма обучения – это не выходные, это не каникулы. Работа продолжается, и студенты от этого ничего не теряют. Пары проходят по расписанию. В Северной Осетии в период с 26 октября по 3 ноября во всех детских садах будут работать дежурные группы для детей работников учреждений, чья деятельность не приостановлена. С 4 по 7 ноября дежурные группы не предусмотрены из-за выходных дней. Отметим, что никаких дополнительных справок родителям, чьи дети будут посещать дежурные группы, предоставлять не нужно. Обновленная кровля, инженерные коммуникации и не только. Впервые с 1986 года в Дегорской районной больнице проходит капитальный ремонт. Сейчас работы в самом разгаре, строители выполняют внутренние отделочные работы, впереди благоустройство прилегающей территории и обновление фасада. Когда медучреждение распахнет свои двери, расскажет Алина Хасцаева. Корпус детской поликлиники Дегорской районной больницы построили в 1986 году. Здесь функционировало отделение гинекологии, родильный дом и терапия. Здание ни разу не ремонтировали капитально. Отделение терапии работало до последнего. В связи с ремонтом перевели в неврологию, а так до последнего терапевтическое отделение работало. Ремонт закончится, они перейдут обратно на третий этаж, на свое место. А первый и второй этаж, после того, как роддом и гинекологию закрыли, какое-то время в этом корпусе скорая помощь находилась и диализное отделение. А большая часть помещений пустовала. В мае этого года приступили к долгожданным работам. Ремонт корпуса идет по программе модернизации первичного звена здравоохранения. На объекте уже заменили все инженерные коммуникации и обновили кровлю. Сейчас завершается внутренняя отделка помещения. Мы находимся на первом этаже ремонтируемого объекта. На первом этаже сейчас, как и на втором, завершаются внутренние отделочные работы. Здесь у нас будут располагаться рентген-кабинет, регистратура, рабочие кабинеты. Уже перешли к установке дверей. Кстати, двери у нас, мы их ждали полтора-два месяца. Это заводские двери, износоустойчивые, специально для медицинских учреждений. Уже установили двери. Сейчас, по словам подрядчика, 70% работ завершены. В планах благоустроить прилегающую к корпусу территорию и обновить фасад здания. Завершена отделка стен. На данном этапе мы уже переходим к укладке кафеля на пол. В сроки мы укладываемся. Со снабжением, с материалами проблем нет. С рабочей силой тоже проблем нет. Техническое оснащение оборудованием в нашу программу, в наш ремонт не попадает. До 15 декабря ремонт корпуса по плану завершат. И уже в начале следующего года он начнет работать. Вопрос о том, расположится здесь только детская поликлиника, либо весь персонал перейдет в обновленный корпус, остается открытым. Алина Хасаева, Алана Бзыкова, Новости Осетии. Более ста тонн мусора вывезли с улиц Владикавказа за минувшие выходные. Проведение субботника по многочисленным просьбам жителей инициировал рекоператор Эра. Навести санитарный порядок в столице республики вышли свыше 50 сотрудников компании. В уборке задействовали 12 единиц спецтехники. Регоператор расчистил территорию города от листвы и крупногабаритного мусора в несанкционированных местах. Несмотря на то, что сбор листвы не входит в коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. В ближайшее время компания Эра планирует провести еще один субботник. Новая современная детская площадка появилась в детском саду «Интеллект». Летом этого года родители одного из воспитанников, семья Шабаян, решили подарить дошкольному учреждению детскую площадку. Теперь во дворе появились новые беседки, асфальтовое покрытие, современные горки, а также различные карусели. Открыли обновленную территорию в торжественной обстановке. Каждую неделю в детском саду проходит «День добрых дел». Традиция продолжится и дальше. Не каждый может проявить именно желание сделать столько в таких масштабах, в таких объемах для дошкольного учреждения. Мы всем коллективам благодарны, выражаем искреннюю признательность всем людям, которые были причастны к этому благому делу. В Национальной научной библиотеке открылась выставка живописи Тея Кельхсаева и Дмитрия Тедеева. Супружеская пара представила более 150 работ, среди них пейзажи, портреты и натюрморты. Художники со своими работами объездили всю Европу, но выставку на родине считают особенной. Оценить работы талантов можно будет в течение месяца. У меня на родине спустя 20 лет моя выставка проходит там, где живут мои родные, там, где живут мои педагоги, друзья и вообще мой народ. Здесь можно увидеть и натюрморты, и пейзажи, и фигуративные композиции. Все есть понемножку. Все работы, они достаточно эмоциональные, теплые, поэтому заряжают хорошей, доброй, позитивной энергией. Нам это нравится. Я думаю, что и сами художники пропагандируют такие добрые посылы. В основном отзывы общественности, представителей культуры, они достаточно высокие. И все достаточно с хорошими мыслями и эмоциями уходят с выставок, что в принципе сейчас очень важно и очень нужно в наше время. В Ивладе-Кавказе прошел региональный этап с российского фестиваля дворового футбола. Проект реализует «Единая Россия». Главная цель – массовое привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом. Главная цель «Ежегодно» Все участники игры получили медали, кубки и памятные подарки. Финальный этап фестиваля дворового футбола планируют провести в Москве. В нем примут участие лучшие команды из регионов страны. В финале играли против «Суперстара». Через трудную борьбу выиграли их. В следующем году тоже будем заявляться на этот турнир. Полет на нем, как игра в шахматы. Так можно сказать о планере в спортивном самолете без двигателя. Управлять этой железной птицей в воздухе совсем непросто. Однако любителей этого сложного вида спорта в нашей республике найдется немало. Сегодня, к слову, в Северной Осетии стартовали соревнования по планерному спорту. Показать свое мастерство приехали энтузиасты из Москвы, Ставрополя, Краснодарского края. Как шли подготовки к воздушному поединку, расскажет Элада Дзукаева. Алексей Гришин приехал в республику из Москвы для участия в соревнованиях по планерному спорту. Летать спортсмен начал всего три года назад, но небо полюбил гораздо раньше. Побывать в планерном клубе Владикавказа мечтал давно. О Владикавказском планерном клубе известно очень давно. Он образовался в 1934 году. Это очень известное место в СССР было. И сейчас о нем знают практически все планеристы. И приехать сюда – большая честь и мечта для любого планериста, чтобы наконец-то увидеть красоту гор вблизи, полетать рядом с ними. Это мечта любого начинающего планериста. Хотел приехать сюда уже очень давно, еще в том году, но достаточно сложно все-таки, времени много нужно и не получалось. И очень счастлив, что в этом году я здесь, увидел это все своими глазами. Это невероятно. Перед тем, как полетать на планере, даже для самых опытных летчиков проводят подробный инструктаж. Такой спорт непредсказуем. Нужно быть готовым ко всему. Не превышать не включение, ползти, скорости, перегрузки. В облака не входить. При изменении погоды, различной погоды, докладных полетов и действовать согласно его указаниям. При отказе авиатехники, докладных полетов действует согласно руководству данного летательного аппарата. Планеристы Владикавказского клуба активно готовятся к предстоящим соревнованиям. В полетах примут участие влюбленные в небо энтузиасты из Москвы, Саврополя и Краснодарского края. Сейчас спортсмены готовят свои планеры к старту, а в хорошую погоду удается провести тренировку. Сегодня у нас подготовка, предварительная подготовка техники, предварительная подготовка самого летного состава, потому что это вот по телевизору, когда показывают планер летит, это думаете, что он просто так взлетел и полетел, куда попало. Наверху есть дороги, наверху есть такие же дороги, как и на земле. Мы их должны соблюдать. Отсюда до Чиколи, от Чиколи Урух. Урух мы идем сюда уже и уходим в Даряльское ущелье. С Даряльского ущелья мы проходим обратно Томиск, с Томиска мы проходим обратно Архонку и заходим на посадку. Соревнования в планерном клубе ежегодные. В этом году мероприятие проведут в память о чемпионе Европе Леониде Васькове. В Северную Осетию представят 8 планеристов. У нас остались еще два абсолютных чемпиона Европы. Это Дятлов и Морозов. Они, кстати, обучают молодежь нашу, передают свои знания. Может, тоже будут участвовать. В команде человек 20, наверное. Но выступать не все, конечно, на таких соревнованиях. Молодежь пока только подтягивается, поэтому выступать будет человек 8. Соревнования по планерному спорту начнутся уже завтра и будут проходить 3 дня. По итогам выявят лучших. Лада Зукаева, Давид Беттиев, Новости Осетии. К этому часу это вся информация. Вы смотрели Новости Осетии. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова